Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева. Приветствую всех. У нас сегодня гость, очень мне приятный гость и очень важный для меня гость – режиссер Вестру Кайридж. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы пришли так рано. Для театральных людей все-таки это 10 утра – это такое стрессовое немножко состояние. Нет, 10 – это уже начинается репетиция в «Опере» в 11. Там голоса отдыхают подольше. Актерам уже голос. А кино? А кино? Знаете, кино, когда ты снимаешь кино, тогда ты просто смотришь в этот список, который называется «Call sheet», я даже не знаю. И там сколько тебе ты как животное, как автомат просто просыпаешься, ставишь будильник, потому что там иногда 6 утра, 7 утра, 8 утра. Ну, 10 – это уже, не знаю, это уже выходной. Уже солнце наверху, вы уже все пропустили. 10 – это уже выходной. Ну, или тогда, когда ночные съемки, тогда, ну, тогда есть другое. Но это уже что-то… Другой ритм. Что-то out of rhythm. Ну, так что так, да. Я хочу сейчас просто сначала сказать два слова. Я приехала из Москвы, и вот мы сейчас говорим про ночные съемки. И я все время думаю о своем друге Кирилле Серебренникове, который эту осенью делал съемки. А параллельно у него были суды целыми днями. И представляете, вот человек театральный, который пришел жить в определенном режиме, он к 9 утра ездил в суд, до 6 вечера у него был суд, а ночью он снимал кино. Потому что у него уже был заряжен фильм, и это невозможно было отменить. И вот так он провел осень. Ну, в павильоне он снимал. Ну, они, да, у них там были павильоны. Ну, да, в павильон тогда можно. Ну, или уличные такие вечерние, поздняя зима. Для режиссеров иногда, мне кажется, конечно, по-человечески это очень, ну, все плохо, но для режиссеров иногда такие вещи неплохо помогают. Ты концентрируешься. И так, ну, конечно, я понимаю, что это проводить время в суде. Я думаю, это, ну, как бы... Бездарное время. Да, это, наверное, самое тяжелое, потому что ты ничего, как бы, не можешь делать. Ну, это тебя, конечно, волнует, потому что это про тебя, про твою в некотором роде жизнь и смерть. Ну, не знаю. Я просто к тому, что я удивляюсь его... Вот честно, да, я его знаю хорошо все, но я удивляюсь все время его усилия, его энергии. Как он умудряется? Ну, если он там годок-другой просидел в квартире, может, для него это было все равно, как бы, и такой глоток свежего воздуха. В общем, ему привет. Да, конечно. Я в Риге, мы разговариваем с Вестером. Вам большой привет от ваших московских знакомых. Я говорила с Мариной Давыдовой, с Романом Должанским, с моими коллегами по фестивалю НЕТ, который мы делали долгие годы. Вот вам передавали большой привет и просили узнать, как ваши дела. Как ваши дела? Вопрос, как дела? Лучше некуда, конечно. Нет, ну, дела, ну, как бы, жизнь поменялась для меня очень. Я даже, ну, это, как я всегда называю, у меня в комнате, это я называю дом-ситинг-джоб. Ну, кабинет у меня дома. И сейчас, ну, это, как бы, самое сердце моего мира. И сейчас я ее переношу в Дайлес театр, и это, ну, для меня очень-очень большое изменение. А для русскоязычной аудитории, которая слушает, может быть, кто-то и не знает. Я просто расскажу, в чем дело. Осенью произошли изменения в театре Дайлес в Риге, в одном из самых больших театров и очень легендарном театре. Одном из самых больших театров в Восточной Европе. Какая-то там Рига, это огромный театр. То есть Фольксбюнный меньше размером, чем... Я думаю, вот Фольксбюнный, да. Да, он меньше, там 800 мест, а здесь тысячи. Произошли изменения, художественный руководитель и директор покинули свои места, и в коллективе было, ну, некое возмущение с существующим положением дел. Так или иначе, произошла смена руководства, был объявлен конкурс. Конкурс на руководство дирекции выиграл Юрис Жаггарс. И художественным руководителем Дайлес в театре стали вы. Вот у меня, на самом деле, я сегодня ехала и думала. Мне прям очень хочется задать вопрос. Что происходит внутри художника, когда... Ведь вы очень долгие годы работали то там, то здесь. Одновременно ставили в нескольких театрах. Музыкальные театры, оперы ставили. Ездили в Европу, работали. Это кино снимали. Это такой разный опыт. Что случается внутри человека, что вы чувствуете, что вы готовы осесть в одном месте и взять на себя ответственность за людей? Ну, я бы не сказал осесть в одном месте, но как раз взять ответственность за один большой дом, за людей, конечно, в том же самое главное. Да, вот, наверное, намотался. Или, с другой стороны, можно сказать, да, это было для меня неожиданно. Я могу сказать, конечно, я работал, и так как работал, это, наверное, могло бы продолжаться. Ну, уже чувствовал, что надо как бы следующий шаг делать какой-то. Но я не знал, какой. Мне очень много работы, и мне иногда не хватает времени обдумывать такую свою жизнь в таком большом масштабе. Стратегии жизни дальнейшей. И, конечно, я убегаю тоже, потому что иногда, когда я обдумываю стратегии, там, у меня планы на три года, это сто процентов они рушатся. Не знаю, почему. Иногда мне говорят, о, там, там уже всё, всё. И тогда, не знаю, какие там кризисы там. Потому что, ну, и так что я уже понял, что это не про меня. Я не могу думать такую стратегию не про меня. Я тоже иногда думал, ну, давай, Вестерс, выбери. Опера, театр, кино. Ну, давай, определись. И я думал, вот сейчас только опера, сейчас, ну, только театр. И это уже тоже старая история. Я уже давно не собираюсь это делать. Я не понимаю, и даже я понимаю, что для меня это важно, работать в таком большом объёме. Ну, не в большом, а как бы... В широком спектре. В широком спектре. Но всё равно я чувствовал, что надо как-то... Ну, вот, и произошло это. Это все события, они же происходили как бы медленно. Сперва там был скандал с главным режиссёром Джиллинджерсом. Его как бы ушли. И там я читал газеты, я даже ничего не знал про ситуации. И читал в газетах, что они какой-то думают художественное какое-то руководство, актёры. Совет собрать. Вот совет, да. Я сразу себе подумал, ну, бедные люди, там будет ещё хуже. Потому что я уверен, что эти худсоветы ничего не дают. Они просто... Нет, они дают, но они не работают. И особенно, когда... Ну, я не знаю, не уверен, что лучшее в мире, когда актёры управляют театром. Не уверен. Сто процентов не уверен. Ну, вот. Но я всё равно не обращал на это внимания. Я понял, что это будет такая долгая смерть всё равно. А потом многоуважаемый директор Виттлс решил уйти в отставку. И как бы произошёл этот конкурс. И это совпало как раз с этой «Золотой маской». И я два раза... «Золотой маской» латышской, да? Да, одну, где привозили спектакль. А, «Золотая маска». Да, да. И я два раза как-то пришёл, дайл из театра на большие спектакли. Это когда привозили Сеёжи до Крымова. Да, вот Крымов и Богомол. Даже я пришёл на Крымов, я так смотрю. Да, и так. И, ну, вообще, ну, ещё не думай. И там через... Из Нотинча ещё Каспарса встречаю. Он говорит, надо вот, наверное, прийти через... Он придёт через два дня на Богомол. Думаю, а, Богомол тоже что-то привозит? Я как бы даже не читал. И я уже пишу девушкам «Золотой маской». Давайте мне какой-то эллу у гумсы. И они только последний день. И ещё на тот иду. И как-то вот я смотрю на эту дайл, на эту стану архитектуру. И так, и да, и вот тогда разговор с Юрисом Жагарсом. И как-то, ну, вдруг, как бы, что мне кажется, очень крутое. Как бы не моё решение. Как бы не то, что я хотел. Не то, что двигался. Но в один момент, мне кажется, это точно то, что тебе надо делать. Как-то мне казалось, это какое-то, ну... Ну, это потому что это такое большое. Все боятся, все кричат. Там такие проблемы какие-то, кризис и так. И мне казалось, это такие возможности. Я вижу только эти возможности. Там надо очень много работать, конечно. Там думать о стратегии. Ну, такие возможности. Большой зал. Это самый крутой зал. Мне как режиссёр, о, вот это... Ну, это пустое пространство. А Питер Брукен, это... Где же более пустое и более пространство, как большой зал? И когда большим залом актёр может управлять, это же потрясающе. Да, ну и они как раз там, мне кажется, очень хорошо владеют этим искусством. Вот такая звёздность. Вот такой оперный масштаб. В хорошем смысле, да? Да, да. Тут есть такое оперное мышление, когда ты там работаешь. Это то, что, как мне кажется, у меня немножко присутствует. Да, ну и ещё у вас, конечно, я смотрела ваши спектакли все последние годы, что я здесь живу. Я хожу на спектакли, смотрю и знакомлюсь, потому что раньше я это всё видела, когда мы привозили на фестивальнет. А сейчас я, конечно, стараюсь смотреть всё, что я могу, успеваю. И мне кажется, что вот, и я об этом часто сейчас задумываюсь, о том, что театр, уходя в маленькие пространства, экспериментируя, работая на маленьких площадках, теряет возможность мыслить вот масштабными какими-то вещами. Говорить определённым голосом, да, поставленным. Пользоваться вот этим пространством, широким жестом. И мне жалко, что это искусство актёрское уходит. Ну, я не имею ничего против малых залов. Нет, я только за. Мне просто жалко, что вторая часть теряется. Ну, по мне, по мне, я тоже работал, я уже это давно понял. И про кино, и это, как я, я когда Вагнера ставил, я понял. Ну, это то, что мне нужно делать. И в кино, и в театре. Ну, и, увы, ну, у меня есть, я должен иметь этот космос перед собой, как бы уже управлять космосом. Это звучит пафосно, но всё равно что-то такое, это же, ну, там рождается, это демиургическое начало в большом пространстве, как это у Вагнера же в Парсифале, и самая главная мысль, когда время превращается в пространство. Это территория, где мне просто интересно, которую я обожаю и люблю, и ищу, ну, как бы пытаюсь найти. Так что у каждого своё просто. Да, нет, я не говорю, что обязательно всем надо бежать туда. Я говорю о том, что я вижу, как это, потому что я вам говорила, что я начинала работать в Амхате с Ефремовым. И это была совершенно другая школа, я видела, как работают артисты, как они умеют держать зал, как они умеют посылать звук. Я помню, как мне старые мхатовские артисты говорили, что если я слышу, что где-то там в каком-то ряду зашебрушался зритель, я следующую реплику посылаю ему в голову. И как бы им привлекает его внимание. Они как-то умели что-то такое делать, это какое-то волшебство было. У меня тут есть всё-таки теория, я тоже с Улдисом Думписом, нам были такие немножко, что он говорит, ну, это как бы ущемление профессии, когда эти радиомикрофоны даёшь. Ну, я считаю, что это не из-за того, что как ты посылаешь, а из-за того, что поменялось время, из-за того, что мы привыкли всё-таки к кинематографическому звучанию голоса. И я думаю, что актёры, ну, наверное, уже не умеют, но в принципе, если ты поставил бы технику, они могли бы очень хорошо кричать и доносить. Это, я думаю, супершкола, особенно лучших артистов, которые могут это соединять с такой интимной и психологической техникой, а худшие просто кричат. Ну, это тоже надо понимать, всё-таки главное посыл. И вот я, например, по себе знаю, я не чисто говорю, никогда не делал эти упражнения «шит зжагарусайшти сирман зжагарусайшти си». Ну, послать я могу, и посылать. Ну, там это больше харизмы, и энергии, и техники. Но всё равно сейчас уже зритель хочет такой интимного голоса, и так из-за этого все технологии немножко дают. И, ну, я так, я считаю, что это была немножко другая традиция театра. Сейчас, ну, немножко другая там это время. Но мне кажется, что просто мы живём сейчас в такое время, когда у нас одновременно звучит всё вокруг нас. Очень много новых звуков. И в театре это тоже, естественно, используется. Поэтому, когда вы записаны, ну, как бы, когда работает партитура, саунда, звука, ещё чего-то, ещё что-то, тогда голос актёра тоже должен быть туда вписан адекватно. Нет, нет, ну, всё правильно, это всё равно нелегко. И мне очень нравится этот рассказ про актёра, который посылает… Конкретного человека в голову. Это вообще, я, как вы видите, у меня некоторые шизофрения, потому что по-латышски мы актёров называем актёрами, но по-русски называют артисты. И я уже, ну, я уже поставил два спектакля в русской драме, и всегда я так смеюсь, но, увы, это я с артистом иду работать. Ну, это очень интересная семантика, потому что я считаю, что актёр должен иметь артистизм. Ну, есть, это навык очень-очень важный. Ну, а почему по-русскому только этот навык артистизма стал определяющим названием профессии, это для меня интересно. Ну, так на самом деле есть, и если на английском есть актер, и шаушпилер на немецком, да, ну, такой артист, это интересно, что на русском название актёра – артист. Да, художник, по сути. Да, художник, ну, такой, ну, немножко артист, ну, такой немножко с клоунаточкой, который очень важный, и, конечно, ну, твои… Ну, то есть, я сейчас, если отмотаю назад наш разговор, то надо сказать, что вот это ваше принятие решения, оно в некоторой степени на него повлияло русский театр. Потому что вы пришли в Далис на спектакли Крымова и Богомолова. Какое-то совпадение такое интересное есть. Да, нет, ну, я просто… Мне оба спектакля… Ну, я так, ну, всегда в таком… Ну, не критическом, но в дискуссионном с режиссёрами всегда… Ну, оба были, ну, сильные, сильные спектакли, и всё работало. И, конечно, ну, если по аудитории такой спектакль Крымова, ну, там три спектакля, ну, он очень специфический, наверное, в Москве. Ну, это мне как раз нравится, но всё равно, как бы, даже не знаю, как много зрителей у него в Москве. Ну, он регулярно идёт уже, не первый сезон, но там есть особенность. Он всё-таки, этот спектакль оставил для «МХАТа». И там, да-да, это внутреннее… И есть там художественная история, связанная с «МХАТом», именно с залом. И плюс ещё художественная история, которая внутри спектакля внедрена, которая посвящена тому спектаклю 1937 года, который был поставлен Анна Каренина. Да-да-да, я понял, да. И это там завязки с 1937… Ну, в общем, там очень много… Мне вообще это интересно, потому что понял, что Крымов тоже в ММУ поставил. Мне было интересно, что он там сделал. Нет, ну да, это как бы… Ну, там всё, по-любому, всё работало. Я понимаю, что это работает, это очень там вообще никаких проблем. А часто вы ходите на гастрольные спектакли? Не часто. Я вообще, можно сказать, я могу про частность, я могу сказать так. В Риге такой странный город. У нас мы немножко такая, как провинция, какая-то российская провинция где-то за Уралом. Потому что у нас полно российских спектаклей, часто коммерческих. Очень хорошо, что приводит тоже то, что мы называем искусство. Ну, например, «Золотая маска» ездит каждый год. А «Берлинар Трефен» или «Винер Фествохен» вообще не приезжает. Если у нас было… Если мы могли это назвать гастрольными, тогда я бы шёл чаще. Но так у нас гастрольные только российский коммерческий театр. Антропризы. Да, по-большому. Который я не хожу, извините. Не, ну это понятно. Зачем художнику ходить? И мне казалось, что тоже я не был уверен, что мне… Ну, я очень вырос на западный театр, немецко-говорящая среда. И то, что она всасывала театрально, это было для меня очень важно. Ну, тоже восточно-европейская, но российская, мне казалось, уходит такой коммерческий, такой китч очень. Ну, мне казалось, там была волна виктюка тут, ну, в Риге одно время. Да, да, да. Ну, я как бы не мог там… Мне казалось, это такой коммерческий китч, там, ну, такие тонко волнующие темы. И мне казалось, что немножко я не чувствую такого аутентизма театра. Ну, когда был, не знаю, Анатолий Васильев, Эфрос или тот же Ефремов. Ну, там был какой… Тебе мог это нравиться или не нравиться. Ну, там был, ну, как в театре, как в искусстве. Собственный почерк. Да, какой голос, свой голос, такой аутентичность. Ну, мне кажется, наверное, сейчас уже меняется это время. Ну, единственный, кто мне поистине нравился, это Дмитрий Черняков. Мне казалось, и особенно когда-то, я уже пару лет ничего не видел, но там немножко тоже, там, эти «Метрополитен», все продакшены немножко ушли в небо или в молоко, или в маковое поле. У него премьера на днях в Большом театре. Да, ну, он, вот, он, мне казалось, вот, я пытался смотреть его, но это, конечно, он, ну, в России тоже что-то, я на видео видел, ну, в принципе, ну, как мне казалось, это, вот, этот режиссер имеет какой-то очень важный какой-то взгляд или неважный, но он интересный. Так что я желаю ему успехов и в дальнейшем. Да, ну, так мне, ну, сейчас я, вот, мне как бы просто, мне интересуют театры. И я думал, ну, Дмитрия Крымова я никогда не видел, и мне очень многие рассказывали. И я, вот, я увидел, я, ну, хочу, хочу еще посмотреть. Богомолова я что-то видел. В Лейпай, то, что он делал. Вот, как раз я это не видел, но я что-то в России видел, и там. И даже он был в жюри, когда я был в этом, у Манского. Ардокфест. Ардокфесте. Он даже мне там какое-то приглашение дал, я посмотрел. Попросил я у него, ну, интересно, ну, ну, это было интереснее, что я видел в Дайласе. Ну, вот, у меня любимый его спектакль, это братья Крамазова. Да, вот, я не видел. Который вот сейчас сыграли вчера в очередной раз в МХАТе, и он тоже уже давно идет. Ну, так что я просто, ну, понимаете, вот, всякие волны, ну, я тоже не могу сказать, что я очень интересный, очень, мне кто-то очень важный работает, ну, не знаю, в Германское. Ну, там тоже, ну. Там тоже все меняется. Все меняется. То, что мы с вами сейчас вспоминали, Фольксбюна, начало двухтысячных, да? Ну, да, там уже я... А сейчас там ничего не происходит. Фольксбюна, я когда уже в Берлине, Фольксбюна уже, когда-то это был первый выбор, я всегда смотрел, что там, что там. Сейчас это, ну, я уже не помню, когда я был. Ну, нет, это меняется, все супер, ну, как... Ну, туда сейчас Рене Полиш приходит со следующего года. Ну, я Рене Полиша очень много тоже смотрел. Ну, это больше все-таки драматургия и так далее, да. Ну, это хоть какой-то выбор, потому что, конечно, после вот этого какого-то обвала, который случился, и периоды такого непонятного, который сейчас продолжается, конечно, все берлинцы очень переживают за Фольксбюна, это легендарный театр. Ну, это... да, да. Да, и в нем, конечно, все ожидают какой-то новой жизни. Ну, посмотрим, что будет. Не-не, ну... А Шаубюна любят? Ну, Шаубюна там, ну, интересный режиссер, и, ну, также Кейт и Митчелл там работают, как бы в Берлине можно смотреть. Ну, там, ну, Шаубюна, наверное, там, ну, там из-за того, что, из-за политики приглашения режиссеров, наверное, я бы не сказал, что... там Остермайер еще работает, да? Да. Да-да, но я не сказал бы, что я на Остермайер, там, ну, что это самый... Ну, то его политика приглашения режиссеров иногда, мне кажется... Ну, вот я посмотрела сейчас, перед Новым годом ездила, я посмотрела Ричарда Третьего, которого пропустила, и он мне понравился даже больше, чем Гамлет. И кто? Его, да, вот Гамлет я смотрел как раз, да. Ну, мне вот Ричар Третьего даже понравился больше, чем Гамлет. Вот такое ощущение, что он что-то нашел, а тут это вот сложил. Когда это режиссер что-то ищет, да, и ты видишь, что да-да, интересно, но что-то не хватает. А потом следующий спектакль выстреливает на 100% вот эти все способы, которые были опробованы до этого. Нет, ну, он молодец, что там говорить, наверное, это такой... Ну, мне нравился Дойч Театр, когда еще там Михаил Талхаймер работал, в то время сейчас, ну, уже не знаю. Ну, руководство меняется. Да, да. В этом, на самом деле, мне очень нравятся немецкие театры этим. Да, конечно. Потому что он меняется. Окей, был такой период Дойча с театра, сейчас другой. Он может нравиться другим людям. То же самое происходит там в Фольксбюнере. Ну, то есть, как бы, есть взлеты, какие-то времена какого-то, ну, как бы, не знаю, передышки, потом опять что-то. Ну, тут есть такой немецкий менеджмент. Тут, конечно, это система где-то дикая, потому что там приходит новый интендант, он сразу с новыми артистами, с командой. И так, и как бы, тебе все волной уносит все предыдущее, но они к этому привыкли. Для них это не шок и не стресс. Не шок, не стресс. У нас, если ты придешь, там, распустишь актеров, тебе следующего, который распустит этот тип. Ты полетишь следующего. Нет, ну, тоже этот маркет, ну, есть все-таки актеров много. Я помню, в Дармштадте я работал и был для музыкла «Кастинг». И я там шел от репетиции, там просто, и там такие прекрасные, они там, вот очередь не знаю, как у Ленина когда-то. Как когда-то в Макдональдсе стоял, первый. Ну, там просто есть, ну, очень много, там есть люди бьются за роль, они, ну, у нас такая традиция, ты зашел в театр, ну, уже жизнь удалась. Уже следующее и уже жди, когда тебя с ногами вперед через много-много лет, там, с помпом вынесут. Ну, такая есть, ну, это есть обратная сторона этого, я хотел сказать, трупного. Ну, там неплохое, там, да, когда труп превращается в труп, это самое худшее. Ну, у трупа же есть и другое плюс, и есть и плюсовое качество. Многие плюсы, нет, нет, я говорю, если превращается, ну, может и не превращается, может все время находить новую мотивацию, новую какую-то, так что, ну, да, у нас просто такая традиция, и я вообще-то, я тоже могу сказать, я адепт этой традиции. Когда слаженный коллектив постоянно, да? Ну, да, что ты можешь, ну, найти общий, ну, нужно время, хотя ты вообще понимаешь, кто такой, как найти эту общую струну, общий язык, это не так легко, да. Мы сейчас немножко прервемся, выпьем кофе и воду, и вернемся к вам, поговорим еще об актерах. Еще раз доброе утро, еще пока утро. Но я в процессе, пока шла реклама, я передумала, я хочу сейчас все-таки другую тему с вами обсудить. Мы упомянули о режиссере, пока была реклама, мы упомянули о режиссере Дмитрие Волкострелове, московском и петербургском режиссере, который учился у Льва Додина на курсе, а потом создал свой театр под названием Посттеатр. У меня было с ним интервью здесь, он летом ко мне приходил, рассказывал о своем видении вот этого постдраматического театра. Он занимается современной драматургией, он занимается сценической адаптацией текстов, в том числе и музыкальных, и философских, и очень часто экспериментирует. Например, он сделал лекцию «Они что?» и лекцию «Они что?» Джона Кейджа, два спектакля. Они пробуют очень разные вещи, и сейчас у него новое назначение. Вы только что назначили директором, художественным руководителем центра Мерхольда. И я тоже его спрашивала, как для тебя, Дима, вот после того, как ты выбирал совершенно другое существование в театре, для тебя теперь тоже брать ответственность за площадку причем, потому что там нет труппы. Тоже интересный опыт. Но я к чему сейчас про него рассказываю? В 2013 году в Москве мы провели такой очень странный эксперимент. Очень это была жесткая история, но она, мне кажется, очень важна для театра была вообще. Театр на Таганке, который тогда избавился от Юрия Любимова, прошел некоторый период двух-трехлетнего существования, как вы говорите, управления актерами, в котором был разброд и шатание. Мы в него запустили группу из шести человек, молодых ребят, с большим проектом, у них была написана история к юбилейному году Таганки. Они через новые технологии театральные и новые способы работы с актером, с текстом, с документальным театром, они сделали несколько спектаклей в театре на Таганке, посвященные истории Таганки. И художница Ксения Перетрухина сделала там четыре выставки, посвященные истории Таганки. Там, например, была выставка одна, я просто хотела вам рассказать об этом, она мне ужасно нравилась, архив семьи Боуден. Люди ходили в театр на Таганке многие годы, долгие годы, с 60-х до 2000-х, и собирали программки, билеты, пригласительные, вот это все. Это была выставка большая. И была одна выставка, очень интересная, в которой была газета «Вечерняя Москва». И из этой «Вечерней Москвы» были найдены рецензии на спектакли театра на Таганке, и из этого же номера были вырезаны передовицы. И они были сделаны вместе. То есть как театр на Таганке существовал в общественно-политическом пространстве страны. Это было, конечно, сногсшибательное, я вам скажу. Очень интересная выставка такая. И в том числе Дима Волкострелов был одним из этой группы, и он поставил спектакль «1968-й», «Новый мир», в котором он собрал тексты «Нового мира» с 68-го года, художественные тексты. И актеры его озвучили, он из них собрал спектакль, и люди были в шоке, потому что, оказывается, уже в 68-м году в журнале «Новый мир» лексика и русский язык звучали так, что это был глухой застой. То есть искусство всегда немножко опережает, оно как бы предугадывает, что ждет дальше. Я все это рассказываю, такую длинную историю, потому что я прям про это готова очень долго рассказывать. Это был действительно очень интересный опыт. Потому что актеры, конечно, категорически не приняли эту группу. Они категорически отказывались с ними работать. Они говорили, что все это какая-то ерунда, и непонятно, чем занимаемся. Наша великая таганка. А тут, значит, какие-то дети пришли экспериментировать. Там был спектакль, который поставил Семен Александровский. Он назывался «Присутствие». Они взяли кадры из спектакля «Добрый человек» из Сезуана, разложили звук. И с хореографом Таней Гордеевой, такая Татьяна Гордеева, есть очень интересный хореограф. Она работает в Петербургской Вагановской академии в Москве. Она современный хореограф, но работает с классическим текстом, хореографическим тоже. Они разложили все движение спектакля Любимовского на отдельные составляющие. Они его как бы раскладывали на составляющие и потом собирали обратно. Сидел в наушниках, слушал голоса, которые, например, актриса нынешняя разговаривала с Высоцким в записи. И по-другому. То есть это было такое разложение на составляющие и сборка обратная. Был очень интересный спектакль. Даже у него приходила Зинаида Славина и сказала, что она потрясена вообще тем, что это можно сделать таким образом. Но самое главное в этой группе было то, что у них были горизонтальные связи. У них не было лидера. И Дмитрий Волкострелов как раз относится к тем, который говорит, что я за демократию в театре. Мне кажется, что можно существовать совершенно в другом режиме. И мне бы очень хотелось, например, вас как-нибудь вместе посадить и поговорить об этом. Да. Потому что вы только что сказали, что, конечно, нужен художественный лидер. Ну да. Ну, не такой лидер. Ну, не тиран. Не диктатор. Не тиран. Я демократ. Ну, это уже... Я не знаю, как надо. Но я такой... Я нормальный человек. Мне не очень нравится, что меня на «вы» называют. И я... По имени, отчеству. Это вообще я в русской драме сразу... Делайте, что хотите, но имя, отчество не называйте. Ну, я хочу просто, что я хочу. И я думаю, даже не хочу. Я не могу по-другому. Я буду оставаться тем, кто я. Кем я являюсь. Я обычный человек, доступный для любого. Ну, художник. Да, ну, художник со взглядом, со своей какой-то художественной волей. И, конечно, ну, тоже я не пришел вообще сейчас у себя в дом. Я пришел в другой дом. Это еще не... Я не могу сказать, что это уже мой дом. Это... Ну, я все-таки сейчас больше наблюдаю и слушаю. И, конечно, думаю, как нам жить дальше, как делать. Ну, я так очень-очень маленькими шажками хожу, смотрю, живу, наблюдаю жизнь. Всегда хожу по театру. Я всегда заблуждаюсь в нем. Он такой огромный. И мне это... Это для меня очень важно, потому что театр... Ну, я тоже много работал в национальной опере. Я очень долго вообще не знал, в какую сторону от сцены город, который канал. Потому что это большой театр, это такой механизм, где тебе нарушается ориентация в мире. Это черный ящик, можно сказать, black box, бла-бла-бла. Ну, это космос. Это как бы пустыня на Марсе. Ты просто должен там создавать из ничего, создавать новый мир. Мы, конечно, знаем, что только бог может создавать. Это уже очень амбициозно говорить, что ты тоже создатель. Но что-то в этом... И это тоже какая-то драматургия, что ты можешь создавать. Но мне кажется, что нет. Ну, как художник все равно, как Пушкин говорил, да? Ты же подобен богу, ты создаешь миры. Ну, наверное. Не знаю. Но мне кажется, это так. Потому что, а иначе зачем этим заниматься? У нас в Латвии сказать, что ты подобен богу, это уже очень такое странное заявление, наверное. Нет, ну, что я хочу сказать, это очень интересно. Я не могу сказать, какой я руководитель. Потому что я этого сам не знаю, и никто не знает. Ну, хорошо. А опыт, например, постановки фильмов? Да. Вы же там все-таки лидер. Ну, конечно. То есть вы знаете, какой руководитель? Нет, ну, я знаю, но я очень много. Ну, это разовая история. Да, да. Нет, нет, ну, я очень много. Ну, нет, я думаю, я все. Я-то думаю. И я все знаю. Ну, и я делаю. Я живу. Мне главный принцип один – жить как ты, ну, жить. Не изменяя себя. Не изменяя себя. И не прикидываться каким-то более умным, более красивым. И так далее. Ну, развивать себя тоже. Я понимаю, чтобы я был успешен в «Дайлус», я должен сделать следующий шаг вперед в свое развитие. И на том уровне, который я, наверное, не хватит. Так что… Ну, я вам могу сказать, что я, как бывший чиновник московского правительства, который очень много тогда разговаривал с руководителями театров, мне кажется, самое главное, что должен делать руководитель театра – это просто себя отдавать всего. Да. И отдавать себя в актеров, в сотрудников, в сам театр и в зрителей. Мне кажется, это… Да, очень важно для зрителей. Да, да. Это для меня очень… Самый главный виза с актером у меня, ну, по-большому всегда хорошие отношения. Не то, что отношения, но я такое, я люблю, что, ну, я из какого-то радости создаю, я не создаю из такого дикого концептуализма. Мне нравится, что все вокруг смеются и так, и со мной вообще-то работать, я думаю… Весело. Ну, весело. Я даже думаю, приятно, хотя я всегда хочу просто от актеров добиться их самого… Ну, особенно, если роль позволяет такого самого хайлайта, но все равно. Ну, зритель, я… Ну, понимаете, можно всяко… Я вот шел очень много сейчас, я выходил на идею про «Дайлс», я шел во все спектакли. И у нас есть такая традиция думать, что, ну, вот «Дайлс» – ну, это самый такой неразвитый зритель, там, бла-бла-бла. Ну, я шел, там есть молодая публика, она… Ее много. Она открытая. Мне было очень хорошее ощущение. И если я вот буду думать, что это… Ну, что это такое? Это «пиплс», это народ, который вот идет, мне приносит деньги, и так масса. Тогда я, наверное, ничего не добьюсь. Ну, я вижу в них людей. Ну, как если я разделяю их по одному? Это каждый человек, каждый человек, с ним, наверное, можно поговорить, не знаю, о его работе, о тракторе, который у него не работает или что. И я так, я тоже, я люблю, Влад говорил, много жить, я всегда разговариваю с людьми. Это мне очень, ну, дарит много эмоций. Так что я считаю, работа с публикой очень важна, но ты должен ее ценить. Ты не должен ее думать, что это только те, которые приносят тебе бабло, они приходят, я им еще дам там что-то, еще будут больше приходить. Ну, не надо их тоже мучить слишком. Конечно, надо понять этот, как, ну, чтобы он пришел. С ними надо разговаривать, только таким языком, сценическим. Да, и стал немножко, ну, не лучше, ну, о чем ты задумался, может, в его сердце что-то там постучится. Но все равно, ну, не испугать его, конечно. Ну, вот мне, я вот абсолютно всегда уверена, что, когда мне говорят, ну, эти люди все равно ничего не поймут. Я говорю, не надо людей недооценивать. Люди понимают очень многое. Зрители, которые приходят в театр, они уже молодцы в том, что они купили билеты, пошли смотреть. Знаете, который самый коммерческий композитор Европы? Арво Перд, эстонец. Вот я тоже уверена, что людям интересно, когда с ними говорят на умном, хорошем... И универсальном. ...языке, да. Людям интересно, когда их тянут куда-то, чего они еще не знают. Но, может быть, какими-то вещами, которые им, ну, как бы внешне узнаваемые, но внутренне для них это новые открытия должны быть всегда. Нельзя людям все время давать жвачку, зрителям нельзя давать жвачку. Их надо увлекать и делать своими сотворцами. Это же ужасно интересно, как зрители собирают тоже и спектакли в своем присутствии. Это вызов. Это очень звучит, очень прекрасно. Спасибо за эту эссе. Ну, я абсолютно согласен. И, ну, это, могу сказать, конечно, это вызов для меня. Но я очень рада, я очень обрадовалась, что в Далес будете вы, потому что, на мой взгляд, как бы самый большой театр Латвии, как вы говорите, самый большой театр Восточной Европы по размерам, он диктует повестку. Он диктует повестку художественную не для маленького сообщества, которые, да, ходят знатоки, любители, коллеги, партнеры, обсуждают. Это рождает новое что-то в самом театральном искусстве. Это очень важно, что происходит на маленьких пространствах. Конечно. Но большие пространства создают предмет и повестку для культуры в целом, потому что они формируют новую зрительскую аудиторию. Нет, ну, Дайлс-театр, надо понять, это культовый, надо знать латвийскую историю, это культ, всегда был культовый театр Латвии, и просто мы должны вернуться туда, где это исторически всегда было. Все очень легко. Все в ваших руках? Нет, ну, на самом деле, конечно. И с вашими коллегами, я имею в виду, что в ваших руках, но с вашими коллегами. Вы, театр, это искусство коллективное, ни один человек ничего не сделает. Я могу сразу сказать, что я тоже не хочу собирать трупы своих единомышленников или делать трупы в трупе. Я много смотрел, я хочу работать с теми артистами, я хочу с ними работать, с них развивать. Для них придумать что-то новое. И, конечно, трупа всегда должна немножко снизу тоже, но моя цель с ними работать. Ну, я это очень уважаю, и мне кажется, что это всегда дает очень хороший результат, потому что люди ждут тоже нового. Люди в театре очень часто ждут нового. И это выстреливает потом, это работает, потому что это затягивает, и новые горизонты открываются для актеров. А актерам главное играть хорошие роли. Ну, конечно, для актеров главное быть удачным, но удачным в том, что он чувствует не только, что его публика любит или критика, но что он тоже растет, что он развивается. Сам это должен чувствовать. Да, он должен чувствовать, что, о, я сделал какой-то шаг вперед, может быть, сделаю еще один в следующий раз. Я уверена. Спасибо большое. Большое спасибо. Всем хорошего дня, ходите в театр, не пропускайте премьеры, новые спектакли, и ходите на старые спектакли тоже. Я очень это иногда люблю, посмотреть то, что было сделано лет 10 назад, и почувствовать какие-то новые эмоции. Спасибо, Эстер. Спасибо.